Евросоюз создаст специальную рабочую группу, по конфискации российских активов. Евросоюз создаст спецгруппу, для конфискации российских активов и передачи их Украине. Об этом сообщает РБК «Украина» со ссылкой на сайт Евросоюза. Об этом говорилось сегодня, 14 февраля, на заседании Комитета по экономическим и финансовым вопросам Евросовета, где члены обменялись, мнениями по поводу экономического и финансового влияния агрессии России против Украины. Министры сосредоточили внимание на реализации и последствиях санкций, принятых после агрессии России против Украины. Элизабет Свантессен, министр финансов Швеции, страны, председательствующей в Евросовете, отметила, что постоянная поддержка Украины, остается главным приоритетом во время председательства Швеции. Сегодняшняя дискуссия была важной для того, чтобы продолжить мониторинг ситуации, и опираться на совместные действия по противодействию агрессии России, в отношении Украины. Министры также получили обновленную информацию, о работе над возможностями использования, замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины. Председательство Швеции, будет способствовать этой работе в Совете как первоочередной, подчеркнула она. Эти активы на сумму около 300 миллиардов евро, распределены в различных финансовых структурах, отмечаются в пресс-релизе. Однако в последнее время руководители институтов ИЭС, не раз выступали с заявлениями, что для восстановления Украины должны использовать, именно российские активы. Один из чиновников ИЭС сообщил, что лидеры ИЭС в рамках обсуждения помощи Украине, планировали продвинуться по вопросу использования, замороженных российских активов. Но речь идет не о конфискации средств. Но это режим санкций, а не режим конфискации. Режим санкций означает, что вы можете использовать деньги, но вы должны вернуть их, когда изменится политика, сказал чиновник. Однако в повестке заседания Комитета постоянных представителей стран Евросоюза, Карепор, которая состоится 15 февраля, речь идет о создании, специальной рабочей группы, для конфискации российских активов и передачи их Украине. Недавно РБК Украина сообщала, что на выходных послы ИЭС, были информированы главой Еврокомиссии Урсулой, фондерляя на том, какие ограничения, войдут в 10-й пакет санкций против России. Их планируют ввести к годовщине начала войны. Напомним, что Европейский Союз может принять новые санкции, против белорусского режима и РФ уже в феврале. Сообщалось, что до конца прошлой недели, Еврокомиссия должна представить, послам ИЭС новый пакет санкций против РФ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале РБК Украина в Телеграм.